Привет, культурные! Британская королевская семья не только влияет на мировую информационную повестку, но и служит модным вдохновением. С тех пор, как дизайнерам приходится выдавать по 4, а то и по 6 коллекций в год, они ищут источники вдохновения во всех областях. В этом видео вы узнаете про самые невероятные коллекции, посвященные британской королевской семье, но сначала не забудьте подписаться на культурный канал. Начнем мы, конечно, с Дианы Спенсер. Некогда принцесса Уэльская была главным мировым транссеттером, не мудрено, что в честь ее до сих пор узнаваемого стиля создают коллекции даже спустя 20 лет после ее смерти. Первым полноценную коллекцию Диане посвятил Вирджила Бло в 2018. «Это разница между представлением ее жизни сейчас и моим повторением того, что она имела в виду», — рассказал дизайнер о размышлениях, лежащих в основе его творений для Off-White, которые включали знаменитые спортивные леггинсы, платья с объемными плечами, джинсовые костюмы и, конечно, принт Polka Dot. Тори Бёрча весенне-летней коллекции 2020, посвященной Диане, обратила внимание на ее деловой стиль, а также ее феноменальное умение сочетать принты, оттенки и аксессуары. Получилось очень современно, но стиль Дианы в этой коллекции тоже просматривается. Жак Мюс недавно представил коллекцию Шушу в Версальском дворце, совместив эпоху французского королевского двора и элементы стиля британской принцессы Уэльской. Он вдохновился знаменитыми жемчужными чокерами, объемными пуфообразными деталями ее платьев, принтом Polka Dot, балетом и кружевом, которому Диана благоволила в последние годы своей жизни. Далее идет самый известный монарх в мире, изображение которого не раз становилось объектом творческих интерпретаций, скульптурных сооружений, картин и модных коллекций. Стиль Елизаветы II косвенно становился вдохновением в виде цветовых сочетаний, фактуры и аксессуаров почти у всех мировых брендов, начиная от Шанели Гуччи, заканчивая Дольче Габбана и Маскина. Но если говорить о Елизавете II в контексте британской моды, то без другой британской королевы в сфере фэшн не обойтись. Вивьен Вествуд и Елизавета имели самые неоднозначные отношения на протяжении их жизней. Антимонархистку и панка Вествуд известной сделала футболка «Боже, храни королеву», которую она создала в 1977 году, специально на серебряный юбилей правления Елизаветы. Правда, на белой рваной футболке был портрет королевы с булавкой в носу. После Вествуд выпустила, пожалуй, самую знаковую свою коллекцию «Харри Ствит», в которой она беспощадно и остроумно изображала британскую знать, в том числе и монархов. В 2011, прямо перед свадьбой Уильям и Кейт, Вествуд выдала коллекцию, будто объединив королевскую семью и книгу «Алиса в стране чудес», выпустив в финале невесту, но утверждала, что свадьба здесь ни при чем и советовала Кейт подтянуть свое чувство стиля. В 2015, в финале мужского показа, появилась футболка с портретом принца Чарльза и заявила, «Если бы Чарльз правил миром в соответствии со своими приоритетами в течение последних 30 лет, у нас все было бы в порядке и мы боролись бы с изменением климата». Несмотря на эти инциденты, королева принимала Вествуд в Букингемском дворце, вручала ей награду «Лучший британский дизайнер» и удостоила высшей награды страны – Ордена Британской империи. Вествуд же показала, что для встречи с королевой под своим скромным платьем она не носит белья. Каждый раз бунтарке все прощалось и считалось, что Елизавета симпатизирует Вивьен. Удивительно, но эти две королевы ушли практически одна за другой в 2022-м. Еще один величайший дизайнер Великобритании Александр Маккуин, конечно, не мог обойти стороной тему британской монархии. Уже одной из первых в своих коллекции «Изнасилованная Шотландия», в которой были представлены рваные платья из лоскутов шотландки и шифона, он посвятил так называемому поглощению Шотландии англичанами. Тема для него была болезненной и актуальной, поскольку его семья имеет шотландские корни. В 2008 году, пытаясь переосмыслить принт той самой Вествуд «Боже храни королеву», он представил платье в коллекции «Девушка, живущая на дереве». А уже после его смерти его преемница Сара Бёртон представила коллекцию, посвященную Елизаветинской эпохе, только Елизавете I, а не II. Британский бренд R.D.M. вдохновился встречей королевской семьи с легендой джаза Дюком Эйлингтоном. Результатом этой встречи стала коллекция, наполненная церемониальными лентами, цветочными платьями, длинными перчатками и романтическими рюшами. В ней было даже вышитое вручную платье, вдохновленное коронационным нарядом Елизаветы. Дизайнерский дуэт Виктор и Дрольф отметила в своей кутюрной коллекции 1922 года самое долгое правление в истории Великобритании. В этой яркой и праздничной коллекции дизайнеры представили ленты из парчи в средневековом стиле, рафию вместо меха, тиаром они предпочли короны из пластика и картона. А уже следующий модный сезон был омрачен смертью Елизаветы и британский бренд Ричард Куин, на единственном показе которого присутствовала Елизавета и вручала ему награду, как лучшему дизайнеру года посвятил коллекцию в честь любимого монарха в черном цвете. А модели носили жемчуг и вуаль – главные модные элементы королевских траурных мероприятий. Многие британские бренды посвятили своей коллекции этого сезона Елизавете. Но не только Елизавета II является символом британской монархии. Нередко дизайнеры вдохновляются и династией Тюдоров, а именно ее последней представительницей на престоле Елизаветы I. Она осталась в памяти не только благодаря модной составляющей, но и бьюти. Ее бледный тон лица и укладка волос постоянно становятся элементами стайлинга в шоу. Его любят использовать Гуччи и Джон Гальяно. Модные же составляющие Елизаветы I официально были посвящены коллекции Валентина, Живанши, Оскар де Лерента, Гаррет Пью и других. Корона – главный символ британской королевской семьи на протяжении веков, независимо от династии. Поэтому именно ее чаще всего используют для достаточно прямолинейной, но роскошной отсылки к монархии. Так, в первой коллекции Дислимана для Сен-Лоран в 2016-м модели напоминали принцесс панк-рока в жемчужной короне. Также в жемчужных коронах модели гуляли по церкви Святого Варфоломея в Лондоне в показе Симон Роша в 2022-м. Джун Токахаши из Undercover изобразил британскую королевскую семью с золотыми брошками в виде жуков и в коронах. А в коллекции 23-го года бренд Нинамия превратил классические отсылки к британской монархии в авангардные шедевры. Кутюрная коллекция британца Джона Гальяна для французского дома Кристиан Диор в 2004-м представляла собой фантастический взгляд на королевскую семью. Каждый экстравагантный и безупречно украшенный образ был дополнен собственной короной или тиарой, в котором узнавались отсылки к английским монархам династии Стюартов и Тюдоров. Спустя 10 лет и скандальное увольнение из Диор, Джон Гальяна представил особую коллекцию уже для Amazon Marjola, чтобы отметить свой дебют в качестве креативного директора другого французского модного дома. Малиновый ансамбль в маске, украшенный драгоценностями, а также корона, были отсылкой к той самой британской монархии. Коллекция Com de Garçon Ray Kavacuba в 2006-м не была посвящена полностью британской монархии в прямом смысле этого слова. Это была отсылка на некую потерянную империю. Тем не менее, модели шли по подиуму под британские коронационные марши с коронами на голове и были замотаны в британский флаг. Коллекция француза Jean-Paul Gaultier в 2014-м была полностью посвящена Великобритании, поэтому наряду с военной формой, панк-куртками, викторианской эстетикой нашлось в ней место и монархам. Вот далеко не все коллекции, которые вдохновлялись британской монархией. Уверена, что все самые неординарные и интересные модные интерпретации королев и королей еще впереди. А вы что думаете и какой образ запомнился вам больше всего и почему? Оставляйте свое мнение в комментариях и не забудьте отправить это видео тому, кто в нем заинтересован. Подписывайтесь на канал и до скорой встречи!